Тонкий алюминиевый корпус пассажирского А321 при срабатывании даже небольшого взрывного устройства практически не имеет шансов сохранить целостность. В результате разгерметизация летящего самолета и разлом фиджуляжа, что вероятно и случилось с лайнером Когалым Авиа над Синаем. Сегодня готова к производству разработка, которая способна предотвратить подобные трагедии в небе. Среди достоинств нашей разработки безусловно маленький вес. Это очень важно для авиакомпаний, им не придется сокращать количество багажа. Далее, это мягкая форма и совсем маленький объем. Это позволяет использовать чехол в разных ситуациях. И главное, высокая степень защиты. Flyback сумка для защиты от взрывов – первое устройство, которое может применяться для транспортировки багажа в совершенно незащищенных на сегодняшний день самолетах с узким корпусом. А они составляют 70% от всех пассажирских лайнеров мира. Более того, одна из вариаций Flyback разработана специально для салона самолета. Если в салоне уже во время полета вдруг возникнет угроза, обнаружится взрывное устройство или подозрительный объект, он может быть помещен в такую текстильную сумку и закрыт в ней. Перемещен в хвостовую часть самолета, где и произойдет безопасный взрыв. Этот замок был разработан специально для нашего проекта партнерской компании. Из особого сплава резины усиленной фиброй. И он может выдержать давление более 20 тонн на погодный метр. Все гениальное, просто текстильное Flyback создана на основе комбинирования давно известных науке материалов и технологий. Именно это должно обеспечить инновации доступную цену. Разработка уже успешно прошла все необходимые тесты. Тесты показывают, что с использованием наших систем корпус самолета при взрыве остается нетронутым. И в багажном отделении, и в салоне мы разместили сенсоры, чтобы зарегистрировать силу ударной волны и вибрации. Было экспериментально доказано, что пассажиры во время взрыва не пострадают. За последние 45 лет в мире совершено около полутора тысяч терактов в аэропортах и самолетах. Примерно в половине случаев террористы использовали взрывчатые вещества. Сегодня к разработчикам обращаются многие заинтересованные фирмы. Как потенциальные производители «Флайбэк», так и конечные клиенты авиакомпании. Старт производства может быть запущен уже с конца нынешнего года. Ольга Новик, Анатолий Зинкевич, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok